слава богу друзья слава иисусу христу спасителю господу нашему и ни в ком другом нет спасения ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся аллилуйя и кто не любит тот не познал бога потому что бог есть любовь пишет иоанн в первом своем послании 4 глава 8 стихом записано кто не любит тот не познал бога потому что бог есть любовь познание бога познание его любви слава богу и друзья сегодняшняя эта утренняя молитва здесь в киеве нашей киевской архиепископии всех вас приветствую благоставляю именем сладчайшего нашего спасителя искупителя рода человеческого именем иисуса христа и ни в ком другом нет спасения дамы и господа братья и сестры ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся слава иисусу христу сегодня совершим хлебополомления причастие евхаристию и сегодняшнее вот это рассуждение молитвенное рассуждение именно о том что бог действительно есть любовь он открывался и открывается по-разному и человечество в своей истории за вот эти пять тысяч семьсот семьдесят восемь лет бытия на этой планете на этой земле от адама если отчитывать да если отчитывать от адама от нашего пра-пра-пра много раз про отца и наши пра-пра-пра-пра много раз про про матери евы от наших пращуров будем договорить до отца и матери вот от адама и евы то прошло до не миллионы и не сотни даже тысяч лет прошло пять тысяч семьсот семьдесят восемь лет вот эти в сентябре в начале сентября вот в этом году выпало на с 9 на 10 сентября мы даже будем проводить такую молитвенную такую всему что это падение молитвенное будет встреча уже нового года библейского вот от сотворение мира если отчитывать есть отчет месяцев года от в пасхи от нашей свободы от счет месяцев от нашего вот освобождение из рабства и даже бог сам сказал об этом месяцей месяц пасхи до месяц исхода да будет у вас началом месяцев всего года да вот и действительно мы так и делаем отчитываем от пасхи от не от несана месяца или месяц а вив еще называется делаем отчет месяцев года благодарность господу за избавление наше за спасение что мы не рабы рабы не мы что мы добыли некогда рабами в египте но бог вывел нас рукой крепкой мышцы простертую аллилуйя воспоминание об этом чуде она согревает душу каждого еврея каждого верующего независимо от нашей национальности культуры каждого действительно кто иисуса христа своим господом богом искупителем признает она согревает каждую душу аллилуйя вот и каждый шаббат каждую когда каждую субботу мы об этом говорим потому что одной из главных вот в общем-то идей празднования шаббата согласно вот божьему слову субботы господнего дня это как раз вот именно наш выход из рабства потому что были рабами в египте никогда но теперь мы не рабы рабы не мы вот слава богу сегодня мы свободны и свободны в нашем господи а тем более мы новозаветные верующие так вообще это такая благодать мы как новозаветные верующие вообще веры верим и живем этой верою движемся этой верою что наша пасха это не кто иной как сам иисус христос и ишуа машиах он наша пасха он наша жизнь слава господа богу всемогущему аллилуйя вот и благодарю бога сегодня этим утром за бытие наше вот это за нашу жизнь за то что он нас господь благословил и во христе иисусе подарил нам жизнь вечное искупление потому что бог во христе примирил собою мир он действительно показал что он есть любовь возлюбив этот мир отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную вот андрей подключился назаренко слава всевышнему доброе утро мир вам и вам мир шалом слава богу благословение господних аллилуйя благословляю вас благословляя кто подключился сейчас и для меня великой честь сегодня молиться вместе с вами братья и сестры как одна семья как действительно у нас один отец один наш старший брат искупитель иисус христос один утешитель наш дух святой который в нас и через нас и во всех нас слава господу аллилуйя спасибо тебе господь спасибо тебе господь вот и вот в начале этой молитвы слово божье провозглашаю сейчас 1 иоанна 4 8 кто не любит тот не познал бога потому что бог есть любовь потому что бог есть любовь и дальше говорится любовь божия это уже девятый стих 4 главы 1 иоанна любовь божия к нам открылась в том что бог послал в мир единородного сына своего чтобы мы получили жизнь вечную через него в том любовь что не мы возлюбили бога но он возлюбил нас и послал сына своего в умилостивления за грехи наши возлюбленные если так возлюбил нас бог то и мы должны любить друг друга бога никто никогда не видел если мы любим друг друга то бог в нас пребывает и любовь его совершенно есть в нас аллилуйя я благодарю бога всемогущий вот это вот возлюбленные часто звучит возлюбленные мы дети божьи и никакие бы то ни было там иные а мы возлюбленные дети его он есть любовь действительно бог есть любовь и возлюбив этот мир он совершил искупление во христе он примирил собой весь этот мир слава ему за все слава нашему искупителю слава нашему господу богу всемогущему благословен бог наш всегда ныне пресно во во веки веков во веки веков аминь слава тебе боже наш слава тебе царю небесный утешителю дух истины ты что везде пребываешь и все собой наполняешь сокровищница благ и жизнеподателю ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны и ты спас благой души твои наши святый боже святый крепкий святый крепкий святый бессмертный хвала тебе святый боже святый крепкий Святый и бессмертный, хвала Тебе. Благословен Господь Бог наш, благословен Отец наш, возлюбивший мир, возлюбивший всех нас, все человечество, всю нашу истрадавшуюся планету и отдавший свою жизнь за нас, отдавший свою кровушку за нас, отдавший Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, Ава, Отче, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, что приняв эту Твою любовь Иисуса Христа, возлюбленного Единородного, я имею жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо, Господь Святой. Спасибо, Боже, за Голгофу и за кровь. Благодарю Тебя за жертву голгофскую, за действительно величайшее проявление Твоей любви, величайшее доказательство Твоей любви истрадавшемуся миру, величайшее доказательство того, что Ты действительно, возлюбив нас, совершил наше спасение. Благодарю Тебя, Господь, что кровью Святой Иисуса Христа я искуплен, кровью Святой Иисуса Христа я спасен навеки. Благодарю, что кровью Иисуса Христа Твоей любовью я исцелен, кровью Иисуса Христа обогащен, благоставлен всеми благословениями небес. Боже всемогущий, древнее прошло, теперь все новое. Проклятие все прошло, теперь благословение. Спасибо Тебе, Господь, Боже всемогущий. Сомнения прочь. В этой Евхаристии для нас удостоверение Твоей любви. В этом причастии Божественной Евхаристии хлебопреломления, доказательство Божественной любви, доказательство того, что действительно Бог Святой возлюбив мир, свершает все это. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Святой. И это Евхаристия, это причастие, это доказательство серьезности Твоих намерений. Доказательство того, что Ты действительно искупил, простил. И всякий верующий, да, пьет из чаши сей и ест от хлеба сего. Всякий верующий в Иисуса, как в настоящего Христа, и Ишуа, как в Ашиаха, Сына Бога Живаго, Сына Божьего, Искупителя, Целителя, Освободителя, Спасителя Своего, Господа Своего, пусть пьет от чаши сей и ест от хлеба сего. Аллилуйя. Возьмите себе, налейте себе соку. Если нету ни вина, ни сока, то я просто наливаю воды. Возьмите хлеба. Это вот я растянул еще остатки на все эти дни. Еще от субботней халы, плетенки этой, шабатней халы. Вот уже доедаю последнюю уже сегодня, сегодня четверг, последнюю уже доедаю. Завтра уже будем преломлять, буду преломлять уже новой, уже свежей халой. Вот. И если нету, не оставлял халы, то я просто беру кусочек хлеба. Нет белого, просто ржаной хлеб даже. Не качество хлеба, не качество вина наше причастие, а качество нашей веры, нашего размышления. Потому как действительно благочестиво и достойно рассуждать, чтобы благословения Господни не проходили мимо, а чтобы проходили мимо всякие проклятия и нечестия, чтобы проходили мимо всякие беды и болезни, нужно рассуждать о теле и крови Христа. И совершая причастие, каким образом благочестиво рассуждать? Что кровью Иисуса Христа, телом Его ломимым, я совершенно спасен. Не на 99,9% спасен. Нет. Спасен на все 100%. На все 100%. Без всякого сомнения. Я полностью спасен. Полностью искуплен. Это самое благочестивое размышление при причастии. Если во время причастия человек рассуждает, что он спасен на 90%, 99,9%, то это не вполне благочестивое размышление. Не надо давать место дьяволу. Не надо сомневаться. Полностью спасен. Не надо сомневаться в Божьем слове. Не надо сомневаться в Боге, в божественной любви. Во всем другом можно сомневаться. И надо сомневаться. На том мы и люди, действительно. Создано по образу, подобию его. Имеем ум, действительно, мы от Бога. Мы же люди разумные. Но единственное, в чем не надо никогда сомневаться, это в божественной любви. В божественном слове. В его, действительно, обетованиях. В этом наша жизнь. В этом, действительно, чудо, которое меняет эту реальность. Потому что Божья реальность, более реальная реальность, в этой земной реальности, не такой сильно реальной реальности, оно выглядит нереально. Но, на самом деле, оно меняет эту земную реальность. Потому что Божья реальность, я повторяю, она более реальная. Она самая настоящая. По-настоящему реальная реальность. И в этом, без сомнения, верующий утвержден и утверждается. Причастие 100% утверждается. Аллилуйя, Господь, спасибо. Что я исцелен на все 100%. И, несмотря на то, что порой в голову лезут всякие мысли, что «А подлинно ли, сказал Бог? А подлинно ли я спасен? А совершенно ли искуплен? Подлинно ли Бог сказал, что ты совершенно исцелен?» Мало ли какие мысли. Они приходят и уходят. Как Мартин Лютер говорил еще, великий немецкий реформатор в 16-м столетии, что мы не можем запретить птицам летать над нашей головой. Но он дальше сказал очень мудро, что мы можем запретить птицам вить гнезда у нас на голове. И действительно, мысли порой с кокуны пролетают птицы различные. И всякая отвратительная птица тоже порой навалом над нами летает. Знаете ли, вихри враждебны порой, злобно гнетут, и много всего нехорошего летает в этом мире. Знаете ли, информационное поле чрезвычайно загажено человечество. И спустя 5778 лет мы вынуждены констатировать, что действительно мир возле лежит, и зло еще злейше становится. Нечестивый еще творит нечестие. Но святой еще освящается. Святой еще освящается, укореняясь в любви Божьей. Укореняясь в Божьей любви. Удостоверяясь в этом постоянно. Постоянно, ежедневно, ежечасно. Но в причастии в Евхаристии это удостоверение происходит просто потрясающе. Я знаю, я искуплен кровью Иисуса Христа на все 100%. Спасен на все 100%. Исцелен на все 100%. И даже если это земная реальность, не такая сильная реальная реальность, она говорит иначе, и мысли всякие, и посторонние слова мы слышим разные, то Божья реальность, боль реальная, пусть в нашей реальности она будет проявлена. И вот причастие, высшее проявление этого. Спасибо тебе, Господь, Святой, Святой, Святой. Аллилуйя, Аллилуйя. Боже всемогущий, я благоставлен, обогащен всеми благоставениями небес, потому что ты, Бог, есть любовь. Аллилуйя, Аллилуйя. Возлюбленные, пишется, Аллилуйя, я хочу прочесть седьмого стиха еще, седьмой стих той же самой главы, четвертой главы, первое послание Иоанна, богослова нашего брата возлюбленного, апостола Христова, помазанника. Аллилуйя. Первое Иоанна, 4, 7, говорится, я восьмой стих читал, а то седьмой стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. И высшее проявление любви друг к другу. Это что? Когда мы действительно друг друга, как вот написано у Исаии, пророка, каждый говорит ближнему своему, товарищу своему, крепись. Мы укрепляем друг друга, мы говорим Евангелие, Слово Божье, и самим себе, и друг другу мы напоминаем Слово Божье, напоминаем Евангелие, потому что мы живем во временном пространстве, во временном измерении, и для живущих во временном, не вечности, в этой ограниченной реальности, не такой сильно реальной, я повторяю, реальности, но, да, Божье, это тоже Бог сотворил, этот мир, и запустил механизм времени, временного пространства, временного измерения. И вот находясь в этом временном измерении, когда вечности, там будет постоянно, просто вот это, уже как бы по умолчанию, это само собой разумеющееся все. Вот, но находясь во временном пространстве, нам необходимо напоминать друг друга об этом постоянно, ежедневно, ежечасно, Евангелие проповедовать себе, проповедовать окружающим, говорить Слово Божье, это очень важно, архиважно. И сегодня, говорю, высшее правление любви к Богу, любовь к человеку, вот, что мы совершаем, напоминаем Евангелие. Братья, сестры, я люблю вас, и потому напоминаю, что Иисус Христос заплатил за нас Своею кровью, доказав к нам свою любовь, Божью, святую любовь, любовь нашего небесного Отца, и умер на кресте, и воскрес из мертвых воистину, и вознесся на небо, и сидит на почетном месте у Отца своего, и снова придет судить живых и мертвых, и царство его не будет конца никогда. Аллилуйя. Аминь. Символ веры. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за все. За Голгофу, за кровь мы тебя благодарим. Братья, сестры, поем вместе. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Поем вместе. Восхваляем Господа. Еще раз вместе. За Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. А теперь споем каждый от себя. Лично я благодарю. Лично я спасен. Давайте споем это все вместе тоже. Но каждый поет от себя уже, от сердца. Поет о своему небесному Отцу, любимому, благому. Никто не благ, так как Бог наш. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Папа мой, сущий на небесах, Папочка мой. Благодарю Тебя, Иисус, Иисус Христос, Спаситель мой, Брат мой, Искупитель мой, Целитель мой. Благодарю, О Дух Святой, Утешитель мой, Утешитель мой, Утешитель мой, О, спасибо, Дух Святой, Спасибо, 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 Спасибо. Благодарю Тебя, Господь Божий, за таинство сие. И соверши, Господь, Духом Святым, Сейчас, Этот хлеб, Честным телом Христа Твоего, Аминь, А то, Что в чаше сей, Честной кровью Христа Твоего, Аминь, Приложив это Духом Твоим, Святым, Аминь, 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 Тело Христово примите, Братья, Сестры, Источника Бессмертного вкусите. Аллилуйя, 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 Аминь, Аллилуйя, Спасибо, 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 Поблагодарим Бога, За все. И высшая степень благодарности, Это принять Его, Любовь, Принять Его спасение, Его исцеление, Его благословение, Принимаем тело и кровь Его. Аминь. 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 Спасибо. Спасибо. Я принимаю Твою любовь, принимаю Твое прощение, исцеление, благословение. Всё, всё полностью. Боже. Спасибо. Спасибо. Аллилуйя. Ох! Не правда ли чудесно, братья, сёстры? Спасибо, Господь, за всё. Ох! Помолимся сейчас каждый, помолись. Сейчас. Я сегодня молюсь вот тоже за Иерусалим, столицу еврейского, возрождённого еврейского государства, столицу Израиля. Молюсь. И вот такое прекрасное произведение на арфе такой. Потрясающе звучит, конечно. И хочется, чтобы в церквях, и в церкви, в служении моём тоже были, я представляю себе, я не музыкант, но чтобы разные музыкальные инструменты были, играли разные музыкальные инструменты. Ору дети. И в том числе вот эти арфы, или как разные национальные инструменты, вот как украинские, допустим, инструменты тоже в детстве, ну как, играли тоже. Аллилуйя. Аллилуйя. Золотой Иерусалим, благословенный Иерусалим. Аллилуйя. Спасибо Господь. Спасибо Господь. Благословляю Иерусалим. Благословляю Израиль во имя Иисуса Христа. Благословляю всех вас. На фейсбуке, на странице Выстрел должен быть. Спасибо Господь. Благословляю Иерусалим, благословляю Израиль сегодня, благословляю всех вас, братья и сестры. Аллилуйя, Аллилуйя, Бог свершает чудо сейчас, Бог свершает чудо, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Бог свершает чудо. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть сейчас Бог поможет нам всем верующим прикоснуться к этому Таинству К Его Вечному Иерусалиму, Золотому, Святому, Сходящему с Неба Это наша Родина Господь благослови Господь Аллилуйя Благослови Того Человека, что играет Господь Спасибо Тебе Боже за всех музыкантов Аминь Спасибо Тебе за всех музыкантов, за всех певцов Боже, спасибо за то, что прославляется имя Твое, Господь Боже, спасибо И пусть на разных музыкальных инструментах, Боже, прославляется имя Твое, Господь Восхваляется имя Твое, Боже И там, в Иерусалиме, в Израиле, и здесь, и Господь в Киеве, в Украине, и по всему лицу земли, Боже Во всей нашей планете, Господь, пусть славится имя Твое, Господь, Боже И на этих арфах, на разных других музыкальных инструментах, Боже Как сказано в Слове Твоем Боже, это радость, это, Боже, это счастье, Господи, спасибо Тебе, спасибо, спасибо Благодарю Тебя Благодарю Тебя, Господь, Боже, за всех музыкантов, за всех, кто имеет от Тебя эти способности Боже, прославляй Тебя на музыкальных инструментах, музыкальных различных орудиях Боже, благостави, Господь, всех, кто хочет это сделать, Господь Еще не умеет играть, еще не открыл себе эти еще Твои таланты Но пусть откроются эти таланты, Господь, во имя Иисуса Христа И на гитаре или на какой-то другом орудии музыкальном, Боже, пусть славится имя Твое Пусть прославляется имя Твое, Господь, слава Тебе, Боже Всемогущий На разных музыкальных орудиях, слава Тебе, слава Тебе Возлюбленные, Аллилуйя Возлюбленные, 1 Иоанна, 4 глава Сейчас буду благоставлять вас благословением священническим Но перед тем вновь прочту 1 Иоанна, 4 глава, 7 стиха Возлюбленные, будем любить друг друга Потому что любовь от Бога И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога Кто не любит, тот не познал Бога Потому что Бог есть любовь Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него В том любовь, что не мы возлюбили Бога Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего В умилостивление за грехи наши Возлюбленные Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Он есть источник этой любви Он есть эта любовь бесконечная Спасибо тебе, Господь Аллилуйя Благоставляю всех вас, братья, сестры Завтра тоже подключайтесь на утреннюю молитву Вот, и завтра буду делать трансляции тоже И даст Бог с часовни вот этой каплицы Храм каплица святого Иосифа Буду там где-то в обед примерно А вечером снова здесь и шаббат будем встречать Завтра пятница Вот, остается немного времени уже до субботы И в пятницу вечером, как обычно, я буду проводить уже шаббат В шесть вечера То есть в шесть утра молитва утренняя А в шесть вечера будет вечерняя молитва Но обычно я на вечернюю молитву не включаю Хотя, может быть, буду включать тоже Значит, трансляцию прямую Иногда записываю что-то Вот, но чаще всего не записываю Вот, а, значит, но в шаббат я, это святое Я включаю, знаете ли, вот Потому что и моя семья тоже И друзья подключаются, значит, знакомые мои Вот, подключаются и вместе мы встречаем Господний день И покупаем халы Возьмите такие две плетенки Ну, я уже последний кусочек отъел сегодня халы Вот, той шаббатней Значит, и, значит, покупаем плетенки две Значит, в принципе Не сильно великая это такая наука-то Вот, самое главное погружение нашего сердца в него Самое главное именно в этом Спасибо тебе, Господь И благослови, Господь, сейчас с миром Братьев, всех сестер Кто подключался, кто подключился Кто сейчас уже ушел, уже на рабочее место Уже, да, с трансляции вышел Боже, благослови, Господь И кто потом в записи будет смотреть это все Боже, во имя Иисуса Христа Аминь Да благословит тебя, Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя, Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит, Господь, лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в коем другом нет спасения Дамы и господа, братья и сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которым надвижало бы нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Христу Благоставляю всех вас Паки и Паки, что называется Снова и снова Вновь и вновь Благоставляю вас Во имя Господне Из города Киева С нашей Киевской архиепископией Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Божьей милостью Ваш покорный слуга Во Христе Иисусе Архиепископ Сергей Журавлев Мир всем вам И вот все-таки Кто еще имеет возможность Остаться на минутку Вот эту песню мы часто пели Одно время у нас в церкви Вот под небом голубым Есть город золотой С прозрачными воротами И яркою звездой А в городе том сад Все травы да цветы Гуляют там животные Невиданной красы Одно как рыжий огнегривый лев Другое волк Исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светел взор Незабываемый А в небе голубом Горит одна звезда Она твоя, о ангел мой Она твоя всегда Кто любит, тот любим Кто светел, тот и свят Пускай ведет звезда тебя Дорогой в дивный сад Тебя там встретит Огнегривый лев И синий волн Исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светел взор Незабываемый Спасибо, Господь Спасибо, спасибо Наше жительство, Господь На небесах Спасибо, Господь За эту жизнь Вечную, бесконечную Счастливую, пресчастливую Спасибо, Господь Святой Благослови, Боже И всех нас, Боже Каждого из нас в отдельности Погрузи в свою любовь И погрузись в нас, Господь Погрузись в нас Глубже и глубже В наше естество Все, познай нас Мы познаем тебя Боже Слава тебе, Господь Спасибо, спасибо, Святой Спасибо, спасибо Спасибо Аминь Шалом Мир всем Мир всем Шалом Шалом Братья Сестры Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя